Салам, бродяги! Сегодня будет очень интересный выпуск, как мне кажется. У меня будет лично свой экспириенс, это по-английски опыт. Я поеду в свой первый рейс на вот этом прекрасном Ченлонге с грузом до Твери и обратно. Так как я много работаю с грузовиками, но ни разу на них не ездил дальше территории Ремзоны, это было большое упущение, и сегодня мы это упущение исправим. Пошли, посмотрим. О чем мы повезем? Повезем песок. Песок? Белый? Нет, черный. А то я думаю, что это вдруг меня позвали, наверняка что-то незаконное и кем не жалко пожертвовать. Сейчас мы посмотрим, как у нас закреплен трус. Песка. Здесь 12 тонн какой-то рассады. Можно, да, можно сказать. Я не сильно шарю, как правильно крепить груз, но, на мой взгляд, выглядит надежно. Очень. Рукой. На самом деле, если серьезно, у нас сегодня цель показать расход меньше 4,9. На днях Федор Лапшин тестил тоже эту же машину, у него получилось 24,9 на круиз-контроле. И мы хотим сегодня побить его результат, потому что погода идеальная, ветра нет. Сейчас мы подкачаем шины и попробуем до Твери съездить по платке, а обратно по бесплатке. Ну, чисто для того, чтобы был какой-то средний результат по хорошей и плохой дороге. Ну, мы заправляем спортивную солярку. Что у нас, какой план дальше? Заливаем сейчас до полного. Видим, пролезаем сколько километров по одной трассе. Останавливаемся, доливаем опять до полного. Смотрим, какой расход. Смотрим по трем видам. По панели приборов, по колонке и по спутнику. И дальше рассверяем, понимаем, какой реально расход на стопе. Фактически, сборится или нет. Хотя у нас все спутниковые системы и так далее отторированы, но все равно погрешность есть, поэтому мы прям под горло льем. Да, все дальнобойщики на нас смотрят как на идиотов, что мы прям до полного. Но тест есть тест. Мы въезжаем на платку, обнуляем все показатели, чтобы для вас была максимально интересная и увлекательная статистика. И движемся, движемся в сторону двери. А какой у нас чекпоинт? Дверь, там разворачиваемся и справляемся на правду. То есть там мы дальше обнуляем их систему, заливаем топливо, смотрим, сколько у нас расход. А песок мы кому везем? Бесок мы просто везем, чтобы нам меньше задавали вопросов, потому что у нас никаких документов транспорта нет. Отвече. По безопасности песок, это самое такое. Безопасный материал, который нужно возить на тестах. Можно еще в воду возить, но воды столько нет. Мы едем очень медленно и вообще ни разу не увлекательно. Поэтому, я бы даже сказал скучно, можно поболтать немного. Такие европейские школы, которые обучают экономичному вождению и так далее. Ты снимаешь его? Да. Школы существуют для того, чтобы, во-первых, сэкономить расход топлива, снизить затратную часть перевозчиков, то есть когда машина меньше делает торможений, когда водитель полиса придвинем и так далее. Он, во-первых, очень сильно экономит топливо, раз. Во-вторых, он очень сильно экономит ресурс, то есть колодки, шины и так далее. То есть у машины, соответственно, затратная часть на перевозку из точки А в точку Б, она намного ниже. То есть, в принципе, мы сейчас тоже этим занимаемся. Многие дальнобойщики, обгоняя нас, думают, что мы, как сказать, какие-то черепахи, нас ругают, мы едем, как ежики в катюргар. Но у нас другая задача. Все-таки тестируем машину, смотрим на эффективность показателей, какие мы получим. И специально, когда эту машину тестировал Федор, он 85% ехал на круиз-контроле. Сейчас мы хотим попробовать, какой будет расход, если мы будем ехать без круиз-контроля, чисто самостоятельно, мониторивать ситуацию, сборки, спуски и так далее. Какой будет взял расход. По машине. Понятно, что европейские машины, наверное, Scania, Volvo, Mana, они уже технологически ушли вперед, но сегодня нам приходится работать на этих машинах. И адаптировать под сегодняшние условия приходится адаптировать эти машины. По вот этой машине мы с того года ее тестируем, постоянно что-то меняем, на заводе вносим корректировки. Вот на сегодняшний день это последняя машина с доработками. Мы заменили программное обеспечение, адаптировали коробку по-нормальному, чтобы она работала, чтобы работали все системы, включали все Corolla, Recarter и так далее. И вот поэтому мы сейчас с большим интересом для себя тестируем и смотрим, какой будет расход. Сейчас... Какой у нас расходка стал? Где он? Смотрели. Обратили. 20 литров. 76. Средняя скорость. Где он? На ноге. Сколько мы проехали здесь? Мы проехали где-то порядка 70 километров. Сейчас мы будем делать замеры на 100. То есть до Твери на 66 километров будем делать замеры на 100. Мы проехали первую половину пути по платной Ленинградке, по самой кайфовой дороге в суперсказочных условиях. И что мы имеем? Ну, средняя скорость у нас 70. Ну и... 19,8. То есть сейчас мы еще сделаем. Зальем в бак. Дождемся. Вот, ребят, сейчас. Краснодарский. Зальем в бак топлива. Посмотрим, сколько у нас зальется до полного. Сейчас на лежаке подпрыгнули. Был какой-то стрёмный шум металлический. В общем, нашли причину. А, по колесу постучать надо же. Я забыл совсем. Ну, для чистой статистики, мы на полпути заехали дозаправиться. Мы хотели увидеть цифру 20 литров. Но, как бы, а заправлять-то это и некуда. Видите, у нас залито до горла. Не знаю, может быть, 20 литров и влезет. Но мы вроде соточку проехали. Просто можно сказать, что плоскость разная. Машина может под углом стоять. Может быть, тут под углом, или там под углом. Но все равно довольно четко получилось. Ну, давай я сейчас, покажи, как вот пена уходит. Вот, смотри, она сейчас уйдет. Вот и все, да. Давай мы еще попробуем. Ну, наверное, там сколько? 19. Давай я больше не... Как видите, почти все четко сходится. Уже уходит. Ну, плюс-минус, слушай. Ну, давай еще поем 20. Все уже. Что, мы подзаправились, едем дальше. Сейчас, короче, еще подошли, пообщались с коллегой, дальнобойщиком. Узнали отзыв о супер-сноу-установке. В общем, в общем, едем дальше. Дальше едем. Мы проехали еще примерно полпути обратной дороги. И, конечно, расход нас уже не такой сладкий, как был в ту сторону. Потому что, как видите, здесь ремонты дорог, светофоры, лежачи полицейские, конечно, не так все прикольно. Но в любом случае уже 25... Сколько? 25,2. 25,2. Ну, идем очень-очень хорошо. Сейчас сижу, сейчас считаю чеки, смотрю. Ну, как считай. Их два всего. В общем, у нас 116 километров мы проехали с полным баком. Ну, и дозаправились для ровного счета. 1300 и 1000 рублей платка. В общем, нам в один конец вышел 2 с копейками косаря. Кстати, я прям предвкушаю, что к концу ролика многие будут писать, что да у меня Кадиллак мой жрет в 4 раза больше, а тут 16 тонн машина везет. В общем, кто не верит, вы можете взять прям конкретно эту машину, эту тест-драйвовскую машину в компании Автотрак и покатать ее пару дней и посмотреть самим, правда это или нет. Ну, все, мы приехали на базу. Сейчас подведем резюме, что у нас получилось по бортовому компьютеру и дойдем до логистов, посмотрим, что там по программе, какие результаты в спутнике. Эта статистика чисто на обратную дорогу из Твери до Солнечногорска по городской трассе с лежачими, со всеми вот этими приколами дорожными получилось 25,6. Ну, в принципе, мне кажется, неплохой результат. Наверное, как раз среднестатистический будет, как у Федии получился, 24,9. Но это без круиз-контроля, это чисто на ноге, притормаживая перед цветофорами, короче, делалось все, чтобы сделать максимально низкий расход. В общем, пойдем к логисте, посмотрим, что он нам покажет. Прицеп вроде целый, груз мы не потеряли, не сломали. Все хорошо, без приключений. Короче, мы пришли сейчас посмотреть, что там по спутнику, по компьютеру, какие у нас показатели. В общем, так как я в этом не особо понимаю, хотелось бы комментарий специалиста. Добрый день. Ну, мы здесь видим, что общий расход туда-обратно у нас составил 23,6, где-то вместе с простоями, с пробками и тому подобное. Если мы говорим о расходе движения, показал 23,2. Здесь мы видим, что если какие-то параметры подкорректировать, то есть круиз-контролем пользоваться, стояночный режим минимизировать, то здесь еще можно уронить еще топливо. То есть, как бы мы не на 5 из 5 отъездили. Да, то есть, если мы берем по общей шкале, вот здесь занимает водитель цель. То есть, это не идеальный вариант. А это город ничего не дает, да? То есть, эту статистику нам не город испортил, а именно сам водитель, да? И город в том числе. Потому что здесь, если мы обратим внимание, у нас до 60 километров большую часть пути было проехали. Плюс ко всему, здесь очень сильно еще подпортил круиз-контроль. Потому что, когда на круиз-контроле машина выходит в нужных местах в нейтраль, и она действительно экономит хорошо топливо. Понятно. Просто мы-то почти полдороги ехали на нейтралочке. Я думал, это очень круто. А оказывается, нет. Произ-контроль все равно мы успокоим. Ну, в общем, вот так вот, друзья. Без искусственного интеллекта все равно вы неполноценный водитель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова